Я очень счастлива, я очень переживаю, вы просто не знаете, сколько, чего нам пришлось перешить, и какой-то страх. Страх, вот безысходность, вы понимаете, загнали просто в клетку, и не дают шанса спастись. И они даже сами приходят, и они запугивают, что мы вас здесь похороним. Не все, не все, я не могу сказать за все. Были ребята, которые действительно, да, приходили и запугивали. Были адекватные. Потом, вот буквально пару дней назад, наверное, начали приходить ребята, которые начали говорить, не переживайте, за вас помнят, за вас знают, за вас договариваются, идут переговоры, вас, ну, вывезут. А мы просто уже не видели, потому что были такие ситуации, когда они, например, приходят, вот по радио говорят, зеленый коридор, типа, можно выходить. А они приходят и сидят у нас в бункере, заговаривают зубы и контролируют, чтобы никто не ушел. Вот типа того, что, а у нас были там ребята, а то кофеечечек, а давай супчика, а давай то. И вот это вокруг него облепят, и тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И вот это вот. В итоге он отсидел целый день, проконтролировал, что все они вместе остались, и пошел к себе на позицию, там, куда я не знаю. Ну, вот были такие... Командиры заходили в вот эту штуку, нет? Ну, нет, я, честно говоря, не знаю, у них либо в ВСУ было значение, либо АЗОВ. Я не позвала, я, честно говоря, я настолько боялась военных, вот этой всей войны и военных. Они, когда приходили к нам в бункер, у нас получается, как коридорчик, а потом уже помещение, да, сама по бункеру, где мы жили. У нас, когда сюда приходили коридорчик эти военные, вот так вот выбегали.